Встречайте, Евгений Дубин! Добрый день, Евгений! Евгений утверждает, что способен воспринимать два изображения одновременно. Давайте узнаем, так ли это. Настало время испытания. Итак, перед нами два абсолютно одинаковых панно с пиксельным рисунком. Вот они у меня за спиной. На каждом из них 17 тысяч пикселей. Евгений, прошу вас, посмотрите, пожалуйста, на наше панно. Есть ли какие-то различия или не одинаковые? Они выглядят одинаковыми. Я попрошу Евгения отвернуться. Ассистенты завяжут ему глаза. Я попрошу помочь мне одного из звездных гостей. Прошу вас, завязывайте глаза нашему гостю. А я отдам, ну, например, Ольге. Оль, идите сюда. Что вы мне отдадите, Александр? Я отдам вам вот эти маленькие три квадратика. Ну, в общем, собственно, это размер тех пикселей, которые у нас на экране. Три пикселя. Вы произвольно можете ими заменить, ну, как бы наклеить сверху, любые три пиксели вот на этом панно. Я пошла. Прошу вас. Помощь нужна? Да нет, я надеюсь, справлюсь. То есть любую-любую... Ну, то есть получится так, что на правом панно возникнут изменения. Изменения в трех крошечных пикселях. А Евгений потом попытается... А Евгений одним взглядом на два панно сможет сказать, где произошли изменения. Просто на любой квадрат. Ну, аккуратненько, да, хорошо, хорошо. Так. Вообще, на самом деле, я помню, в детстве когда-то были картинки, книжки такие с двумя картинками, нужно было смотреть какой-то точкой между этими картинками, и было написано, что если смотреть долго и внимательно, то, ну, среди собачек появится ослик. Я пробовал, ослик не появлялся. Вот, что сейчас будет, мы посмотрим. Так, остался один еще. Пиксель. Третий. А вы хоть сами помните, где, в каких местах вы это все делали? Да, я вижу, один вижу. А я должна была это запомнить? А что же вы раньше не сказали? Надо будет проще проверять тогда. Будем полагаться, что Евгений... Найдет, да. Даст нам подсказку. Оль, вам аплодисменты. Если что-то, надо будет приклеивать обои, например. Я знаю, куда звонить. Все, гениально. Садитесь, вам аплодисменты. Теперь я попрошу Евгения снять повязку. Евгений, снимайте. Евгений, по моей команде вы сможете повернуться, сравнить картины и скажете, где, собственно, наклейки. Да, Евгений, готовы? Да. Прошу вас, поворачивайтесь. Я поставлю указку, ну, как-то приблизительно в центр, в центр произведения. А вы будете говорить, куда двигать, где, где что. Я, наверное, мешаю. У меня после повязки пелена на глазах. Первая наклейка. Куда? Влево, вправо. Так, сейчас, секундочку. Плохо вижу самую указку. Правее. Ой, прости, живее. Вниз. Секунду. Указку не видно, к сожалению. Убрать указку? Как вам удобнее? Нет, нет, не убирайте. Она тонкая, она расплывается. Я другим концом. Так. Хотите пальцем? Нет, секундочку. Нет. Правее. Еще правее. Еще правее. Стоп. Это она или куда дальше? Нет, 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 нет. Пока еще дальше навигация. На пару элементов вниз. На два элемента вправо. На один вниз. Это она? Она. Она. И я проверяю. Подождите, чтобы не брать указку. Да. Вот. Вот я снимаю. Желтую наклейку. Вторая наклейка. Куда? Правее. Еще правее. Еще на десяточку правее. Выше. Выше. Тоже где-то на десятку. Еще немножко. Стоп. Пока. Сейчас я скорректируюсь. На одну левее. По-моему, она. Проверяю. Проверяю. Это действительно она. Я снимаю белую. АПЛОДИСМЕНТЫ Осталось найти третью наклейку. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорите. Простите, мне нужно проморгаться. Третью я пока не вижу. Можно вас попросить отойти правее? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений, может, надо дух как-то перевести? А? Видимо, да. Поддержите участника. Поддержите Евгения. АПЛОДИСМЕНТЫ Из трех наклеек мы нашли уже две. Мы. Мы это, Евгений. АПЛОДИСМЕНТЫ Сыграет роль, если подсказать, цвет? Евгений, вам важен цвет? Нет. Евгений, я возвращаюсь к панно. Назовите мне, где измененный новый пиксель. Не вижу, мне кажется. Нет? Совсем пелена на глазах. Все, считаю до трех. Один. Два. Два. Три. Нужно признать, что Евгений Дубин не нашел третий пиксель. Жаль. Спасибо вам большое. Это было здорово. Правда, здорово. Это вообще, правда, здорово. А я напомню, в нашем проекте звездные гости могут лишь повлиять на мнение публики, ведь именно зрителям в зале предстоит в конце передачи выбрать тех, кто достоин идти дальше. Это удивительные люди. Мы продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова